В Мордовии официальная эпидемия ОРВИ. Порог по заболеваемости этим недугом превысил 8%. За прошлую неделю только в Саранске к медикам обратились 2000 человек. Случай гриппа в республике пока не зарегистрировано. Когда ждать новой эпидемии и как спасти себя, расскажет Людмила Чикал. Вспышку заболеваемости ОРВИ в начале учебного года, по мнению эпидемиологов, спровоцировала плохая погода, а также холод в квартирах и офисах. Только за прошлую неделю в Саранске госпитализировано около 100 человек. Тех, кто болеет дома или на работе, в десятки раз больше. В среднем каждый день прослужались 259 человек. В офисах, в учреждениях, где температура воздуха фактически ниже той, которая должна была бы быть, и мы потихоньку с вами болеем. Но возбудители гриппозной этиологии пока у нас отсутствуют. Сплеск заболеваемости гриппом специалисты ожидают с января по март. В этом сезоне, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, на территории Северного полушария будут циркулировать три штамма гриппа. Привычный грипп А, Калифорния, и два новых – Гонконг и Брисбен. Именно их в этом году и включили в состав отечественных вакцин. Сови грипп, гриппол и ультрикс – вакцины, которые поступили в республику за счет средств федерального бюджета. Ими уже привито свыше 117 тысяч человек. Всего планируется вакцинировать 320 тысяч человек, то есть не меньше 40% населения республики. Вакцинация против гриппа – это важнейшее мероприятие общественного здравоохранения, направленное на борьбу с сезонными заболеваниями. В настоящее время в России используются инактивированные вакцины, которые обладают крайне небольшим количеством побочных эффектов. Они разрешены как детям, так и лицам преклонного возраста, и беременным женщинам, и лицам, страдающим хроническими заболеваниями. Собственно говоря, вот эта группа, она наоборот выходит на первый план. Дошкольники и учащиеся люди старше 60-ти и работники определенных профессий – все, кто входит в группу риска по гриппу, получают прививки бесплатно. Остальные могут приобрести их в лечебных учреждениях. Или привиться у себя на предприятии, если, конечно, работодатель позаботился об этом. За счет средств работодателей на сегодня привито более 1 тысячи человек. И я очень надеюсь, что сегодня многие работодатели либо закупили, либо закупают вакцину для своих работников. Единственное противопоказание прививки от гриппа – непереносимость куриного белка. Простуженным вакцинироваться можно сразу после выздоровления. Опоздать не получится, вакцинация продлится вплоть до начала эпидемии. Потому что, по словам медиков, иммунитет гриппу вакцина формирует всего две недели, а хватает его на целый год. Людмила Чекал, Сергей Бебинов. Наши новости. Спасибо.